Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. В моем недавнем выпуске я рассказывал о том, что есть специфические способы, в том числе биологические, для сдерживания такого опасного заболевания, как манилиоз у плодовых деревьев. Ну и, конечно, часть зрителей, она, ну так, ну есть такие хейтеры, ничего страшного, и есть такие, ну люди непробиваемые, ну тоже ничего страшного, которые начали писать комментарии о том, что только хорус и скор могут победить манилиоз. И также были зрители, это очень понятно для меня, что, которые напугались теми видео, гастроскопии, когда я говорил о том, что манилия также может поселяться и внутри человека. Она может заселять и женские пути родовые, она может заселять и желудочно-кишечный тракт, она может заселять и дыхательную систему и так далее. Ну и сказали, спрашивали, что же делать с тем, чтобы эти грибы не заселяли наш организм. Ну что надо делать? Надо иммунитет поддерживать. Иммунитет здорового человека, нормальный иммунитет вполне справляется с этими проблемами. Но, и конечно, небольшая дискуссия развилась на тему, обязательно ли использовать химозу. То есть есть, так сказать, категория зрителей, которые только за химические обработки и только за химозу, и говорят, это все ерунда, фигня, ничего не поможет. Ну, а я говорю, нет, ребят, поможет, потому что если вы будете использовать грамотные схемы обработок, плюс будете использовать грамотно, в том числе синтетические препараты нового поколения, такие как биопак, полигуанидины, то вы вполне можете избавиться от этой проблемы в вашем саду. Обрезка сюда же идет, ну, весь комплекс мероприятий и агротехнических, и агрохимических по контролю этого заболевания. Но можем ли мы обойтись без химозы? В принципе, можем ли мы при борьбе с той же Манилией, Паршой обойтись без химозы? И вообще, надо ли нам обходиться без химозы? Вы знаете, что я не сектант, не сектант. И если химоза необходима, вот просто край, она как необходима, то тогда я не против, пожалуйста. И сам даю рекомендации, там октора против стеклянницы, там еще какие-нибудь там препараты синтетические от белокрылки и так далее. Ну, что делать? Так бывает, так бывает. Поэтому ничего в этом нет страшного. Главное это применять к месту, ко времени и грамотно. Но в чем проблема химозы? И вот если говорить в связи с той гастроскопией, где Манилией, ну, ее Манилия в систематике тусуют туда-сюда эти грибы, они то Манилией ее называют, то Кандидой ее называют и так далее по-разному. Ну, как бы там ни было, она тоже Манилия. И вот в чем проблема вообще большая, что касается теперь здоровья нашего? Понятно, что остаточные дозы пестицидов, там мы вдыхаем в процессе обработок, мы там и на нас попадает, и в глаза летит, как мы не защищать. Но все равно какие-то проблемы есть. Но даже не это страшное. Страшное то, что на сегодняшний день при широчайшем использовании синтетических препаратов, в том числе таких, как Скор, Хорус и других, формируется перекрестная устойчивость у патогенов, которые вызывают заболевания у человека, к лекарствам, которые обладают той же самой химической природой, что и средства для защиты наших растений. То есть, опрыскивая Скором или Хорусом дерево, мы одновременно вызываем устойчивость у грибов, которые поедают нас самих. Как раз те самые Манилии, ну, Кандиды, и также Аспергилы, ну, и ряд других, которые вызывают тот же Анихомикоз. Вот многие говорят, никакие лекарства, ничего не помогает, что уже не пили, эти грибок с ног не сходят, там и химию пили, и печень только стала болеть, ничего не помогает. Конечно, не помогает, потому что так многие химозы используются в сельском хозяйстве, что эти грибки опасные, которые поселяются на теле человека, становятся устойчивыми к этим самым препаратам, потому что мы живем в глобальном, глобальном мире. Это не только глобализация экономическая, но это глобальная биосфера. И если мы что-то прыскаем в саду, в огороде, это же самое отражается ровненько и на тех патогенах, которые поедают наше собственное тело. Но задумайтесь об этом, это реальные вещи, это очень реальные вещи. Поэтому я не говорю, что мы должны радикально отказаться от химозы. Мы этого не можем сделать, потому что если весь мир откажется от химозы, то мы все сдохнем, пардон, умрем с голоду, да, мы не обеспечим продовольственной безопасности. Поэтому здесь экология должна немножко быть в гармонии и в разуме для того, чтобы не наделать других проблем. Но мы можем отказаться от химозы там, где у нас есть ресурсы это сделать. Если мы можем отказаться от химозы, то мы должны отказаться от химозы. А если мы не можем отказаться от химозы, то куда уже нам деваться, если наша продовольственная безопасность находится под угрозой. Но мягкие, природные, экологически безопасные зеленые технологии все-таки должны быть вместе с нами в нашей голове. Да, мы постоянно должны об этом думать, что если у нас есть альтернатива обойтись без химозы, если у нас есть альтернатива там потравить бацилю струнгенсис, там биосчитом каким-нибудь, потравить цветоеда, плодожорку, вот этого малинного жука земляничного, который землянику выедает и так далее, то мы должны это сделать. Лучше от химозы нам отказаться. Ну, я надеюсь, что вот моя позиция в отношении химозы будет понятна широкому кругу зрителей, чтобы вы понимали, почему я когда-то рекомендую химозу, а когда-то настаиваю все-таки на более мягких и щадящих в отношении природы и нашего здоровья методах. Ну, а дальше уже ваш выбор. Моя задача – дать вам альтернативы, показать вам, что есть разные варианты и разные способы, какой выберете вы для себя, зависит от ваших возможностей, ресурсов, где вы находитесь, кто с вами рядом живет и как вы относитесь к своему собственному здоровью. Что ж, я на этом прощаюсь с вами. До самой скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok